Софийский собор, ладья, амфитеатр, фонтаны скульптурной композиции. Из всех участков Самарской набережной четвертая очередь будет самой представительной. Здесь традиционно проводятся массовые мероприятия. Это одна из визитных карточек города. Как идет реконструкция, оценили депутаты городской думы. Работы выполнены более чем на треть. При отделке будут использовать гранит и самые современные материалы. Официальное открытие в мае 2018 года. В настоящее время ведутся основные работы по устройству фонтана, зданий ХБК, лестничных сходов. И, как мы видим, идет облицовка гранита. Также заканчиваются сейчас работы по устройству инженерных коммуникаций. Еще один объект – площадь Куйбышева. Ей особое внимание. Во время чемпионата мира по футболу здесь разместится фан-зона для болельщиков. Срок окончания строительно-монтажных работ – октябрь этого года. На сегодня реконструкция проведена почти на 60%. Важно, что при этом будет сохранен облик самой большой площади Европы. Это принципиальный вопрос и для Струковского сада. Он является объектом культурного наследия. В саду все будет сделано по самым современным стандартам. При этом все исторические достопримечательности останутся. Предлагается даже восстановить столы для игр в шахматы. Все эти три объекта, они должны находиться под контролем. Прежде всего, под контролем общественности. Мы с вами сегодня увидели, что эти объекты очень важны для города, важны для населения. Очень важно, что сохраняется то самое главное историческое наследие, которое есть. И мы это проследили везде. И на четвертой очереди набережной, и на площади Куйбышева, и в Струковском саду тоже. Особое внимание депутаты обратили на создание доступной среды для маломобильных граждан. Парламентарии порекомендовали подрядчикам пригласить представителей общественных организаций инвалидов, чтобы пандусы, съезды и поручни были действительно удобными для тех, кому они реально нужны. Лариса Шлафаст, Олег Зверев, Станислав Левин. События.